Добрый день, с вами Николай и мы играем в Red Dead Redemption 2. Здравствуйте, мои дорогие! Так, не где это? Это мы находимся в городке. В городке, где наша машинка? Теперь поехали. Так, пройдем сперва задание. Нет, сэди пока не буду. Нужно было бы денег. Денег нам смысла уже нету зарабатывать. Я уже заработал больше, чем мне необходимо. Не знаю, почему они не взяли кредит. Нельзя было выплатить, я не знаю. То есть, ну, наверное, это скорее всего что-то будет по заданию, скорее всего. Ну, типа, кредит, короче, надо будет отдавать, там, мистер, вам пришлют, короче, вот этот. Вы задолжали денежку, придите и отдайте, и там придем, и какая-то будет миссия. Ну, мне так кажется, ну, я не знаю, это, ну, логически. Сейчас я кошака выброшу. Я не знаю, это, ну, я не знаю, это, ну, я не знаю, это, ну, я 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 сейчас сейчас бегу 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 поехали на выгнал все на улицу ушли ушли на улицу оба чувак убитый индейцами прикольно ну наверное скинннеры вот они уже двое тут здрасьте здрасьте как дела совсем как в старые добрые времена хорошая старая ванна стола месси будем надеяться что все закончится иначе чем тот раз что я тебе говорил чарльз парень кислый как недельное молоко не удивительно что она у тебя ушла с тобой она не захотел дожить даже дешевая шлюха на пенсии и это правда когда-то с тобой было приятно общаться теперь ты хуже змеи у которой зуб болит друге дело что ноешь ноешь не понял да не злись тебя ничего не изменит ты безнадежный в прямом смысле тебе угасла надежда погляни на себя погляди на это место дом твоей мечты наши виновы кошмары было приятнее этого дома о милый абигейль я изменился приходи живи со мной в отхожем месте я быстрейшим врагу не пожелал бы справлять тут мужу и что ты предлагаешь он ужасен просто развалюха этот дом надо снести научись уважать себя жалкий жалкий засранец не построить дом достойно своей дамы дому не хватает лишь женской руки и его надо сравнять с землей кому нужен нужник так думаю эти лошадки мигом его развалят вы что решили дом развалить вы что дебилы вон там привяжи лошади все сделают ой да дура чьё боже если бы дедку по голове еще дало все было бы шикарно береги лошадей чарк дебилы сейчас объясню почему дебилы сейчас мы поедем в город и купим дом прямо из каталога словно это велосипед где именно в городе рядом со станции есть одно заведение магазин лесоматериалов ну ладно ты пока продолжай работать но если я не пойду с тобой то мне просто нужно немного попить тишине отдохните отдохнуть от твоих болтовни чарльз заставь его работать пожалуйста выпари если придется короче что я а почему медь вы чё короче что я хотел подожди стоп что тут доп задание кто-то дали не понял что за задание на карте покажу хэмиш нет интересно короче что я хотел сказать что я хотел сказать что я хотел сказать подожди а купить новую друг подожди стой 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 на на лесопилку какая лесопилка какой нахрен куда ехать вы чё блин а куда ехать я не знаю купить дом на лесопилке зашивись мы поехали в город а нам посмотрим в городе или иллюстрасбери куда мне надо ладно выполним задание сети потом хрен нужно короче почему я говорю что это по тупому потому что непонятно когда дом новый будет куплен сделан построен они временную постройку убрали знаете чем руковь то есть а спаде где дождь пойдет там или что нибудь чем снег конечно наверно не пойдет климат наверно не тот но все равно я не понимаю это тупо 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 это тупо ладно поехали лесопилка блэк водор блэк водор точки подключать имена не нужно давай зайдем в полицию посмотрим кого можно еще разыскать и пойдем до седина меня интересует банда скеймеров ну я так понял их несколько то есть это здрасте здрасте херман зизендорф 30 баков ладно заберем пускай посмотрим не он мне нафиг если честно не нужен ну да ладно я так понял деньги здесь заменяются ты одного находишь просто привезти его назад хорошо здрасте и вам что я хотел сказать они здесь появляются эти плакаты ты одного нашел потом он короче второго получается как по очереди ты не можешь набрать несколько заказов то есть они открываются поочередность боже дядя как ты ты ездишь по странному так седи салоне да здрасте здрасте привет седи джон заходи садись газету читает с пистолетом у тебя работа есть? да ну работа есть всегда в этом стране не грабят а подвергают ограблениям и ловят грабителей потому что в этом мире нет больше никого кроме ублюдков и их жертв и ублюдков которые хотят убивать ублюдков а ты из них кто? я? в свое время было каждым из трех так же конечно большинство людей наверное самое забавное что эта работа дает возможность снова попробовать в школе всех троих в смысле? ты слышал про Шейна Фенли? нет скота убийца вор где-то убийца не выразился в пяти штатах я поймал его на прошлой неделе он надел на себя платье и прятался в доме для падших женщин я собиралась сдать его властям но меня ограбили ограбил мой конкурент Джеймс Лэнгтон мерзавец он мне не нравился даже до того как он меня ограбил так часто бывает в твоей работе да но все они люди вроде меня в общем сейчас они в пустыне там на юге ждут момента чтобы отправиться на север и сдать его полиции штата а я бы просто списала все на неудачу но теперь когда ты здесь мы могли бы сами его ограбить эй деньги хорошие? да очень хорошие кроме того мне не нравится когда меня грабят пошли ты говоришь мы направляемся? ой нет это розовая лошадь это ее розовая лошадь блин боже кто придумал розовую лошадь эс мэм ой 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 тебе обходится дешевле да на лице репой еще какой мэй 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 раньше ты знаешь это нечто тебе обязательно надо у нас побывать прощества не было бродяги заявились ну в общем и все вот и славно может те люди которые я слышал остались на севере либо подались в другие края или уже окочурились это хорошие места места везде хорошие только люди попадаются плохие мэй ты знаешь кто там живет со мной дядюшка помимо него эбигейл 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 пока живет отдельно вот как ты это хочешь об этом поговорить ну может быть но чарльз смит мы нашли чарльза чарльз он жив да у него все нормально он дрался с боксерских матчах в Сен-Дени дела у него шли не очень ему пришло тяжело но я думаю жизнь на равных пойдет ему на пользу на равнина на равных чарльз мне всегда нравился передай ему от меня привет передам но ты могла и сама к нам перебраться построить себе хижину я через все уже прошла еще раз и не смогу теперь я сама по себе джон я плохо ложу с людьми ну если передумаешь скажи спасибо вряд ли передумаю но спасибо ты ничего не слышала про удача нет а ты нет странно ни одного слуха ведь он колоритный персонаж можно и так сказать послушаем то что с нами произошло изменило нас всех дач который укатал меня в одеяло после адрискала был совсем другой человек чем дач в Биверли Хоу а теперь он может уже не такой колоритный как был ты видишь человека который изменился а я вижу человека который вывел на чистую воду мы были дураки что слушались его я поплатился за свою глупость и мне еще повезло Мико Джон это Мико нас к этому подвел я виню себя за то что я так долго слушал дача но во всем остальном я виню Мико он где-то рядом и однажды я надеюсь мы его найдем но не сегодня так ладно пошли так ладно пошли очки паум паум парам парапа паам 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 па нах Steph где несколько надо открывается хороший обзор а не буду там внизу Значит, Джеймс Лэнгтон, охотник за головами, забрал себе бандита, который ты поймала в женском пансионе. Шейн Финли, верно. И наша цель заставить Лэнгтона отдать его нам, пока он не укатал на север и не сдал его полиции штата. Да, все так. Хотя отдать это чересчур оптимистично. Я всегда был оптимистом. Проверить оружие. Знаешь, я в одиночку отслеживал преступника с тех пор, как видел тебя, но постоянно этим заниматься не стал, наверное, здесь реже. Да, и ты ограбил один дилежанс, если ты не забыл. Ты перебил там всю охрану и кучера. Вот это место. Да уж, вид хороший. Давай, спустим себя поищем в долине. Кажется, я что-то вижу. Да. Ну, наша цель. Это тот, который связан. Ага, весело. А то толстый здоровяк в смешной шляпе. Это Джеймс Лэнгтона. А остальные просто на него работают. Как думаешь, куда они направляются? Вперед, давай за ними. Так, они решили срезать путь через каньон. Пошли. Я думал, ты в ней собралась прыгать. Я в офигении. Ух, садись, ты куда-то меня везешь не туда. Они должны проехать здесь. Вон они. Будем следовать за ними. Интересно, он заметен у нас или нет. Здесь на северо-прохода нет. Что ж ты задумал? Это ты мне или Лэнгтону? Прости, я привыкла, что работаю одна. Я думаю, они сделают остановку. Можно будет получше их разглядеть. Ты шо делаешь? Так не надо делать. Если не можешь взять силой, возьми смекалкой. Ну, наверное, она это хотела сказать. Дальше каньоны расширяются. Мы перехватим их там. Сюда, слезай. Возможно, это наш шанс. Да, вон они остановились. И вот это он, определенно, Шейн Финли, слезает с лошади, что ничего не ждут. Думаю, страны предел Лэнгтона. Похоже, дела у Лэнгтона идут неплохо. Почему у него столько людей, а ты работаешь в одиночку? У меня есть три, а ты стоишь десятка. Прекрасно. Так, ну что скажешь? Пригрызим им, начнем стрелять или подкрадемся и расправимся с ними по одиночке. Думаю, скрытность лучше всего. Но решать тебе. Ммм, красца. Я следую за твоим руководством. Пойдем туда. Хорошо. Ну, следуй за дорогу. Подожди, 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 подожди. Не нужен лук. Пойдем. Не споткайся на этих камнях. Хорошо, постараюсь. Двое под нами. Подкрадемся поближе. О, а сама на нас подкнулась на камне. Ты нормально? Пойдем туда. Тут возьми на одного и я на второго. Так, там еще один. Блин, хреново. Та-да-да-да-да-да-да-да. Понеслась. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Реально не вижу. А, вот вижу. Ну, давай, убирай. На тропинках не вижу. Слушай, а что-то много у них людей. Ай! 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 Ай да их слишком много и почему-то здесь лошадка ты мешаешь ты очень мешаешь я не хочу тебя убивать я за животных еще одно увижу то что ж такое мазила николай мазила кстати я лошара нам на ну ладно поехали 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 хрэ хрэ воровать пошли ты целый бакс заработал даже два бакс вас эти ты уже внизу ух ты шустро так подожди толстячок в какой-то шляпе да 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 сейчас кружу ты чокнутые уходим через каньон опять он я знаю так это что мне нет 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 лекарства нет грёбаные тоники почему ты не клацешь сразу они повсюду ой больно ты нас обоих прикончишь сволочи слушай что-то слишком много у них это каньона тогда я думаю мы от них ушли скачь во весь обор конечно не слышишь да реально у них слишком много людей слишком можно это это банда уже какая-то они охотники за головами то есть может просто банда переквалифицировалась в охотников на то есть законник такой тоже может быть очень даже легко же дикий запад у тебя в камере есть ведро я серьёзно я тоже выше мудро дай ударю ну дай его ударю спасибо еще раз заявляю я не виновен это женщина выдернула меня из постели похитила меня а затем позвала лэнгтона похитить меня потом ты их всех убил и сам меня похитил я же жертва будь ты проклят джон будь так добро заткни его с удовольствием дай мне высказаться мне зачем бить меня мистер только послушайте кого он юлит бог ты мой плохой пес вот так охота за головами не легкое дело джон да уж но я вижу что оно окупается с партнером оно всегда проще тот раз на не очень то и понадобился партнер ты сама все справилась мы оба неплохо поработали а теперь когда с лэнгтоном и его людьми покончено спрос на наши услуги возрастет Сэдди ты же знаешь что я сейчас ослал владимцем ранчо ну почти и я знаю что ты расплачиваешься за свой ранчо никому не рассказывай не буду но было бы здорово еще немного с тобой поработать возможно приду хорошо везде партнер так так да не дергайся же ж ты что-то так тяжко идет ну посмотрим как ты болтаешься на веревке за что я ничего не виноват ни в чем ты же говорила что потеряла его ну так и было да но мы его снова нашли а и Джеймс Лэнтон мертв мы его убили ну и зачем вы это сделали это он меня ограбил понял могла бы ничего не говорить Финли назначена неплохая награда я знаю эти деньги ты хочешь перевести в банк нет я заберу сам ладно Джим Милтон Джон Марстон ладно слушай если тебе нужна будет работа найди меня в городе а может я тебя найду я завязал ну да береги себя Джон Джейм Джон Джен Джеймс 200 честный друг почему медь почему гребаная медь ну и ладно медь так медь сюжет сохраняем сохранить сохранить да поехали дальше так дом а с такс 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 продолжаем да выкинула свет отключили что это такое как такое уход задал герман цифровый разозвращение много женщины назначены на гробе в третих баксах кто по близости ну пошли пройдем попробуем где моя шапка найдите преступника по имени герман цицендоров он нужен живым смотрите строительные площадки ул мы в в в в в в в в в Да, может ты пробежишься немножко? Ну, не надо, это не я, это не я, это ты, знаешь, это ты. Ой. Ограби связать. Я не знаю, что так получилось, я не хотел его убить, не хотел его связать, а он его пнул. Эх, пошли. Назад в результате вы имени Герман Цитцендорф в тюрьму. Как вы общаетесь с джентльменом? Подумайте, может вам показалось. Было темно, крыгом темно. А каркас здания заграждал вам вид? Вы видели, что я что-то брал, я уважаемый человек. Порядочный гражданин. Может, я завязывал шнурок? Доказать мою вину должно обвинение. А если вы сожалеете, то все может окончаться гражданским иском. Полицейский участок тебе, наверное, тут дадут отдохнуть. Это очень нелепая ошибка. Мое доброе имя будет опорточен. Поймаю его с поличным, мистер Цитцендорф. Господин начальник, я просто решил там прогуляться. Это ошибка. Хватит. Броси его, это немца в клетку. Невиновен. Пока не доказано. Ну-ну, устраивайся. Не, ну поблизости, блядь, какая разница, пока не. Упасёт. Вам заплатили за ложные показания. В суде это не сработает. Цитцендорф. Да подожди ты. Да возьми, просто слезь с нее. Так. Да почистить надо. Давно не чистила. Ну теперь можно ехать. Свет выключить, тут так плохо видно. Сейчас, две секунды. Я неправильно выразился. Нужно лампочку просто выключить, а не свет. Свет, ну пускай будет. Ну и вам нахрен. Так, где-то здесь. Ага. Здесь закрыто? Здесь закрыто. Масливость поднялась чуть-чуть. И это хорошо. Так, здрасте. Прошу прощения, вы здесь работаете? Нет, я просто в 200 граде смеха. Такие шутненькие, блин. Чем могу помочь, друг? Не подумайте, что я псих. Но один старый осел сказал мне, что можно купить уже готовый дом. Нет, вы не псих. Это нависшее сопритение. Очень удобное и экономичное. Какой именно вам дом нужен? Каждый из них уникален. Но... При этом все не одинаковы. Не понял. Возможно, я говорю слишком быстро, сэр. Вы хотите купить дом? Хочу. Я думаю, роскошный, абсолютно уникальный, уже готовый дворец. И если вы закажете дом сегодня, вам его доставят уже через несколько недель. Может и раньше. Я беру вот этот. О, да, это отлично. Я уже взял кредит в банке. Потрясающе. Потрясающе. Так, напишите свое имя вот здесь. И подпишите. И вы станете гордым владельцем. Собственно, у дома. Так просто. Раз знакомства, мистер Мартин. Альберт Кейкс, Экс Куайр, к вашим услугам. Парни, подождите минутку. Что ты тут сделаешь? Все в порядке? Сам не знаю. Наверное. На фирму пришел человек. По дороге на него напали. Говорят, что в округе родят братья скиннеры. И их много. Раньше остался дядя, что вооруженный за два зубов. И эти двое кто? Наемники. Если ты скиннеры, нам понадобятся люди. Чарль, все на петене. Хочешь, чтоб тебя ограбили? Эти скиннеры, мерзкие твари. Ну же. Мистер Деван, вы со мной. Мистер Вейн, это Милтон, Джон Милтон. Рад знакомству, сэр. Мы направимся к посту Матсен. Зачем? Там есть норвежий с лучшей кузнец в этих краях. Так говорят. Ну что, готовы? Да, сэр, мы готовы. Чуденько, мы полезем под пули. Ради дуротского молока. А ты хочешь строить дом снайперской вертолки? Это хорошо, знаю стороной. Спасибо, сэр. Ладно, поехали покупать инструменты. Я знаю короткий путь. Давай за мной. Ага. Все хорошо. Оружие под руками. Все хорошо. Ну он же ж не просто так намекнул на то, что на нас могут напасть. Правильно? Так. Так ваш друг негр или краснокожий? Ну, сдается мне в нем понемногу и того и другого. Деньги не из деньги, так что мне все равно. Я видел, как ты там перетрусил. Ну, не волнуйся. Тут нас стрелять не будут. Конечно, я знаю Чарльза Смита. Если у него есть причина нервничать, то она чаще всего веская. Рядом с тобой будет сидеть вооруженный человек, ясно? Ладно, я благодарю, что ты мало что знаешь о том, как надо грабить карваны. Думаю, не особо много. Не. Не. Ну, я тоже, но я знаю кое-что о том, как их охранять. И если грабители видят, что на газлах сидят крепкие ребята, и пара из них наемные стрелки, то грабители, скорее всего, подождут другого карвана. Разве что они не смогут решить, что вооруженные люди везут нечто очень дорогое, а не дерево или инструменты. Что? Нет, постой, поверь мне, ты слишком мудришь. Нанимая стрелка, ты обеспечишь себя спокойствием и отпугаешь неизвестные опасности, так что я буду сидеть тут и делать грозный вид, а ты сосредоточься на лошадях. Ладно, таки поступим. Может, я уж таким и занимался, может, я неплохо владею оружием, но мы с тобой довольно не похожи. Сомневаюсь в этом. Эй, дальше поворачиваем направо к посту Мансонита. Люди являются, как так вообще можно зарабатывать на жизнь оружием? Ну, на самом деле, это такая профессия. Когда я прихожу домой, то оставляю оружие на подставку и там оно стоит. Серьезно, только там? И я о нем вообще больше не думаю. Я думаю о жене и детях. Я колю дрова, чиню крышу, кладу детей спать. Но когда я здесь, я слежу за обочиной. И держу оружие на готове, чувствую его первого пристреля. И стараюсь обеспечить нанимателю спокойствие. Очень похвально. Ты в хороших руках, я отлично знаю эти места. Я наконец-то вижу этого мастера по инструментам. Нильсу нужно привыкнуть, но с металлом он вытворяет чудеса. Он же, понимаете, норвежец, кровь викингов. Местные раньше поклонялись богу с молотом. И похоже, все еще поклоняются. Уж не знаю, как хорошо Нильс знает английский, но свое дело он знает отлично. Почти на месте, еще чуть-чуть. Попрошу, мистер Милтон. Возьмите инструменты у Нильса. Здрасьте, здрасьте. Нильс? Нильс, это я. Уиллард, ага. Это мой клиент, Джим Милтон. Хорошо, он слышал, что ты лучший. Кузнец в этих краях. Нужный инструмент, он строит дом на ранчо Битчерс Хоу. Битчерс Хоу. Хорошо. У тебя есть что-нибудь? Ладно. Как я сказал, к нему надо привыкнуть. Но у него золотое сердце и золотые руки. Соберешься куда-нибудь, Нильс? Хорошо. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Знаешь, Милтон ведет дело с ребятами из Лисоматериал Кейкса. Может, они заплатят тебе просто добавить это к его счету? Хорошо. Ладно, на пора. Хе-хе-хе-хе. Хорошо. Ладно, Битчерс Хоук. Они уже давненько пытались продать эту землю, верно? Я сам к ней приглядывался, было дело. Но слишком уж много труда туда надо, для меня слишком. Ну, ты, видать, сдюжишь. Наверное, ты уведомнишь туда, аж чего я не смог. Вот ты, здрасьте. Я же говорил, его подстрелят. Слишком болтливым. Все в укрытие. Уж — Уж — Уж — Слушай, а что их много слишком? Ну ладно, ты жив? Пока, да. Мистер Девин, вы в порядке? Да. Их больше не осталось. Похоже на то. Опять они. Инструменты у них. Так, оставайтесь здесь сохранить повозки. Чарльз, идем. Идем. вернитесь к черту блин я не вижу этого чувачку он в дереве а на дереве елки но я не могу понять где этот вот так мне нужно на стоечку выпить нет нету да не тут ты на стоечку выпил дебил ой простите меня в женстве опять не то выпил не понял сейчас это не пытался пострелять хотя бы немножко ну так хотя бы для приличия лекарства так я нашел инструменты где мистер надо спешить вперед вот здесь здрасте инструменты блин я хотел похавать так подождите две секунды так щас череп сделал вот 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 давайте продолжим запись идет? Вернуться по воске Их патронов не было? Этот еще недавно у него все уши прожжжал Он знал, что у вас что-то ввелизуется Скиннеры, это все знают Кроме меня Не сейчас, Джон Мистер Уэйн, погиб Господи, нет Так, положите инструменты в повозку Хорошо Зачем нужны инструменты? Боже, что они с ним сделали Интересно, а можно было бы спасти ему жизнь? Ну, интересно просто А вдруг? Не, ну он знал Блин, какого хрена Мы не в ту сторону поехали? Давай, развачивай Дождитесь Чарльза Зашибись Сиди тоже что-то сказала, что за землю ее купил Дело не в земле Скиннеры не сидят на одном месте Но сейчас они обосновались здесь Я думал, что это кровопролитие уже в прошлом Что это было за бред насчет цивилизации? Это кровопролитие другое Да, людей убивали по веским причинам и без них Но очень редко просто для удовольствия Им это доставляет удовольствие Нет Не в этот раз Обычно люди так не сопротивляются Тут был караван Несколько месяцев назад И всех их перебили Мужчин, женщин, детей Как воина И даже хуже Черт Бедная миссис Уэйн Дедушка Ядрит тебя Я был Ах ты, мешок дерьма Я стоял на стороне стража Правда? Что случилось? Братья Скиннеры Много? Достаточно Так, после этого я довезу миссис Уэйн в город И похороню бедного мистера Уэйна Ладно Будь осторожен Буду Я вообще уверен, что мы их пока что отпугнули Жуткое дело Вместе нам будет спокойней Ладно Как скажешь Так, у меня вопрос один Биломатериалы, ладно, мы забрали А, готовый дом, смысл? В смысле? Они обещали мне готовый дом Джон И я тебя люблю Никогда этого не забывай Так что иди нахуй Хе-хе-хе Так, получен кредит Получен кредит Получен кредит Да-да-да-да Получен кредит Получен кредит Это прикольно Можно как-то отдать кредит Это ж че? Дядюшка Задание дядюшка Ладно, задание дядюшка Поехали Дядюшка хочет что-то с вами обговорить Блин, мне бы поспать бы Давай поспим Потом дядюшку Да Согласен А ну-ка Нет, задание готовить Нет Подожди Лагерь поспать Где тут поспать? И сесть Отдохнуть у огня Нет, подожди Я не хочу отдохнуть у огня Стой А ну ладно Хотя можно Давайте хавку пока приготовим Я вообще думал Поспать бы Крупная дичь Кстати, крупная дичь А что у меня может быть? А-а-а Это вот этот Медведь Сейчас посмотрим Сколько у нас медведя получается Сохранить Раз Сейчас проверим Да вот Три порции точно уже делает это хорошо Просто интересно Так, с оленя по-моему 4 было А с медведя сколько? Так, 4 с медведя уже Пятая порция с медведя С медведя Пятая порция Все, 5 порций Давай оленину 5 порций Ага, то есть 5 порций с медведя 5 порций с олениной Все понятно То я протыкал Не 4, а 5 5 порций Давай съедим одну И готовить еще одну порцию Не, ну хавка нужна Так что хавке надо затариться Хавке надо затариться А, сходи Ну да, конечно Способ готовки Взял на нож Натакнул и Все И над костром Не, ну хотя бы, знаете как Имитация Есть хоть какая-то Могли бы, конечно, еще добавить сковородку Кто-то по сковородку По сковородку Дел, кинул Это в Блэк Дезерте Было прикольно Ну конечно Не, 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 не точно Как там берешь Там чуть-чуть Подсыпаешь Там, знаете, как именно готовить Ну, все равно там хавка Довольно много рецептов было Так, дзадзадзишка Дзадзашка Что ты хочешь, дзадзашка? Это планы? Ну конечно Думаю, это достаточно просто Ну и разве Ну это разве что Думаю, чтением и планированием Должен заняться я А ты постройкой Ну как бы подумать, что ты попытаешься отписать от работы О, ты просто несправедлив Это просто не соответствует действительности Все будет совсем иначе Я просто буду пользоваться тем, что у меня есть Мозгами А ты тем временем используешь то, что у тебя есть Нездоровый мозг Давай начнем Прежде всего нужно заложить основания Для этого мы должны передвинуть эти тяжелые балки И, конечно, работа не для человека Это тяжелые лимбаги Если ты только не хочешь еще и багил для меня вырыть В конце рабочего дня Замачиваем предложение А вот и Чарльз Может, тот на нас развеселит Как успехи Они вернутся Но не скоро Чарльз, дорогой Давай, помоги Джону с этими балками Что делитесь? Нужно начать, пока не пошли дожди Ты очень меня раздражаешь Вон так, пошли Дедуля Алкашик, хренов Сейчас, простите Весь петлю перекрываю Ага, тоже даже интерактив сделали Спасибо Я думаю, просто посмотреть У меня тюшка Сейчас С Нажмите С Нет, не надо Забить гвоздь А, нести Это полы, типа, такие А когда они кирпичную кладку успели сделать В основании Не, понятно Основание должно быть конкретное Вот для чего я говорил Хату надо было не разваливать Эти доски Надо кофейка попить Я чай сделал Возвращение Эти доски Возвращение Агентом Остаться secular Эти доски Открываются Агентом Девят Девят Агентом Аж Александ Блочная система, ну то есть берете с блоков, составляете части и уже обшиваете их, ну это технология, быстрая технология сбора короче. В наших условиях она не подходит, потому что у нас в основном дома из кирпича не делаются, кирпич газобетон, а у них деревянные, да я бы кстати крышу купил. Основа для крыши, теперь необходимо боковушки поставить, а видите все таки они черепицей как-то, ну это из дерева у них черепица, странно да? Вот это по-моему глиняный идет. Джон Марсон, теперь у тебя есть дом. Я у тебя тоже. Я знаю. И у тебя, Чарльз, пока ты будешь с нами. Спасибо. Да, нехилый домик сделали. Молодцы, красавчики. Счастья этому дому. Может я когда-нибудь построил дом такой. На основе своего просто увеличу. Моя милая Эйбегл, я надеюсь, что у тебя и у Джека все хорошо. Я во-врежнем дурак, дураком и помру. Но я стараюсь изо всех сил. Стараюсь стать достойным тебя. Я сделал большую глупость, чтобы произвести на тебя впечатление. И вот я купил дом. Та земля, которую ты читала в газете. Что в Битчер Хоу. Она теперь наша. Мы начнем заниматься в ферме Рассланд. Мистер Геддес помог мне приобрести землю. На выходе из банка я встретил дядюшку. Я знаю, что ты не о нем думаешь, но он оказался чрезвычайно полезен. По своему, конечно. Чарльз Смит тоже объявился. И он оказал нам дядюшке незаменимую поддержку. Вместе мы построили для тебя дом. Я говорю желанием тебе показать его. Я скучаю по тебе и мальчишке. Даже больше, чем могу тебе сказать. Прошу. Возвращайся домой. На веке твой. Джон. Марстон. Джон Марстон. Несколько дней спустя. Несколько дней спустя. Покрасить осталось. Чувак. Покрасить. Все это необходимо скрыть лаком. Либо покрасить. В зеленый цвет и выбросить. Не, а какой бы цвет можно покрасить? Красный не хочу. Дядюшка, я думал ты... Какого дьявола? Новый Иерусалим. Сюжет. Сохранить игру. Колесо. Да. Найти дядюшку, да? Ой-ой-ой-ой. Я что-то не то делаю. Фу-фу-фу. Слава Богу. Оооо. Не надо так делать, Николай. Запись идет. Все хорошо. Точно? Точно все будет нормально? Я не знаю, что я нажал. Так. Дядюшка. Анкл. Бенс. Дяди Бенс. Так. Лошадка. Давай мы тебя почистим. И что-то надо с дядюшкой решить. Давай попробуем. Давай, давай. Давай. Давай мы. Дядюшка. что ты хочешь. Ты хоть раз будешь работать. Джош Морден, ты, наверное, веришь в реинкернацию, нет? Но я надеюсь ему лишь, чтобы там на небесах. Чтобы я вернулся в этот мир молодым, чтобы, когда ты состаришься, будешь одной ногой в могиле, я смогу стать тем самым надсмотрщиком. Бедр выстроит твою отправку на тот свет. У меня смертельная болезнь. А я дам тебе еще одну, если мы не будем заниматься делами. А тут все умрем с голоду. Чем заниматься? Землепашеством, разведением спыта, посадкой растений. Эти земли годятся только для выпаса. Для выпаса? Да. Для коров, овец, коз. С козами все проще. Но на вкус они не очень. Я не люблю коз. А коровы? Хватит с меня коров. Значит, овцы. Но для скота тебе понадобится амбар. Амбар мы втроем будем строить полгода. Не надо строить никого амбар, тупица. Сейчас какой год на дворе? 1785. Купишь готовый, как и дом. Это уже эпоха промышленности. У парня, продавшего, из-за него я ненавижу со временем мир. Да что ж такое. Я с ним разберусь. Подожди, 1700, 1800? Вообще 1900 год. Ты что, прикалываешься? Так, попить чайку. Сахар размешать. Блэк Уотер. Поехали. Ну, поехали. Кстати, а деньги у банды? Подумал, вон мне вещи не надо, дурачок. Готовый дом от сортира не отличит. А я его бдеру до нитки. Я его жаю. Если бы я увидел тебя на своем лесопилке, то подумал бы то же самое. Если подумать, возможно, я сам это сделаю. Нет, нет. Тебе нужен тот, кто умеет вести переговоры. Все, покушайся. У тебя не так много долгов. Я должен сделать все, чтобы помочь тебе. Это мои долги. Я сам с ними разберусь. А если они тебя обанкротят, я потеряю свой дом. А мне тут так нравится. Слишком тебе тут нравится. Ты слишком хорошо устроился. У тебя даже мебели нету. Кстати, да. Это еще один такой вопросик. На чем они там все спят. Это он. Ну и как? Извините, я. Как ваши дела? Где дядюшка? Так, эра стройматериала. Нам нужен амбар. Амбар? Ну конечно, столько картошки. Ну что ж скажете. Отличный выбор. Парочка таких у нас есть на складе. С мигом вышли вам Блэк Уотер. Бичерс Хоу. Извините, конечно. Видите ли, Джерри, моя жена. Приятно было снова вас повидать. Ээээ... Ничего не понял. Как мы за это выплатим? Так же, как за все остальное. Кредит. Мне жаль, что я не могу вам помочь, сэр. Вы хороший клиент, и вы мне нравитесь. И Дэвиду Геррисову. Этот человек меня очень раздражает. Можешь тебе дать пару дней? Конечно. Люблю умалять на коленях, а еще когда ты представляешь себя на восмещище. Джон! Эй! Эй, Сэдди. Привет. Джон, как ты? Как рады тебя видеть. Да брось, старый ты чудик. Послушай, Сэдди, я... Где работа есть? Я выпью мучение. Работа? Насколько отчаянно положение? Мне нужны деньги. Куча денег. Долгов все больше и больше. Я готов посражаться. А это законно? Вполне себе законно, но при этом довольно опасно. Будем и справимся. Вот одна бы я бы не стал этим заниматься. У меня нет выбора. Ладно, тогда пошли. Сэдди, береги его. Он теперь как нежный цветочек. Скажи, в банке скоро поступят деньги? Собери бригаду, пусть помогут сараем. Меня заверили, что преступника можно найти на ранчо багряный рассвет. Хорошо, тогда веди. Багряный рассвет. Багряный небосвод. Хе-хе-хе. Не, просто багряный рассвет. Что ты такого помнишь? Багряные реки. Я не знаю, сколько у нас времени в запасе, но багряный небосвод побыл один торговец энциклопедиями. Владельца он не нашел, но видел там некого типа мексиканской наружности. Где-то в тех краях живется Рамон Кортес. Отбился от своей банды и застрял в Эст-Элизабет. Но Нэри Коун решил затаиться там и переждать. Но мы доберемся до него первым. Ну ладно, поехали. Сэдди, такого мы ищем. Рамон Кортес из банды Дель Лобус. Дель Лобус? Ты знаешь, кто такие Дел Лобус? Я, например, не знаю, кто такие Дел Лобус. Да. Если вернуться туда, где мы были в Нью-Остин, ты на них гарантированно наткнешься. Уже на это класто. Там в основном мексиканцы. Некоторые из них, но еще с ними и калифориницы, и обычные американцы тоже. Разношерстная компания. Угу, как у нас было. Ну и дружелюбенные ребята. Ну да, они там такого творят. Поджоги, убийства и тому подобное. О, я наслышан. И за порядком с леденегом, кроме шерифа там какого-то. Ну он, конечно, вкалывает сзади серии, но все же его силы в капля моря. Какой ты общительный. Знаешь, я тут тоже угодил в переплет. Та банда, про кого ты говорила, братья-шкиннеры. А они самые нехорошие люди. Хорошие их точно не назовешь. Они схватили моего рабочего, он умер в мучениях. Мне жаль, Джон. Мы дали им отпор, просто мы оказались слишком нерасторопны. Я жалею, что мы его так подвели. Я уверен, что ты сделал все, что смог. Я слышал, но что они вытворят с мужчинами? Неописуемые вещи. Я надеюсь, больше ты с ними не столкнешься. Я надеюсь тоже. Но если что, я буду готов. Разумно. Ты представляешь, я построил дом. Поздравляю. Из соломенных тюков? Нет. Из пиломатериалов. Мы с Чарльзом строили, дядюшка наблюдал за нами и командовал. Но дом прочный. Он получился очень хороший. У Джона Марсона теперь есть собственный дом. Приезжай, посмотришь. У нас там все хорошо. Невзирая на все это. Я стараюсь избегать понебратских отношений с работниками. Но это могут неправильно истолковать. Так вот, я для тебя кто работник? С точки зрения банка, да. Ну, значит, с понебратством покончено. А теперь будь паинькой, найди этого бандита. Слушаюсь, мэм. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Чертик. Так, оно далеко еще? Нет, не далеко. Опять. Боже, ну что с тобой такое? Почему ты их не умеешь объезжать? Ну почему? Ну лошадь. Ну скажи, пожалуйста. Ну ты ж должна их как-то объезжать. Блин, это, это... Понимаете? Я не знаю, то ли они сделали, чтобы у каждого свой характер был. Ну это я только что. Езжайте по граммаму не в особо. Это и есть, наверное. Ну, Роман Кортес попробует тут найтись. Ну, Роман Кортес попробует тут найтись. Здрасьте, здрасьте. Тут уточки. Есть или нету? Мы пришли с тобой. Сдавайся и никто не пострадает. Надеюсь. Здрасьте. Поймал его? Ну, вроде да. Он только что пытался у меня убить. Он так бывает. Взяла, расплющила ему нас. Да, это он. Пошли, отвезем его к шерифу. Пошли, отвезем его к шерифу. Да, как-то странно. Едем, Роман. Немного прокатимся. Едем в Роуз. Роуз? Там теперь все по-другому. Роуз, 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 Роуз. Слушай, это как-то далековато. Больно. Тебе нужны деньги, золото. Мои ребята будут ждать меня. Уйди, Берри Крик. Уйди, Берри Крик. Отведи меня туда, я обещаю щедро заплатить. Уйди, Берри Крик. Ой, помолчи. Дюберри Крик. Жалко, здесь нету поездковика, чтобы можно было так набрать Дюберри Крик. И она показала, где это находится. Мда. Ну, это же дикий зап. Роуз. Роуз. Велком ту Роуз. Лимон. Лимон. Штат Лимон. Да нет, по-моему, так же и все. Ну, и все. И с этой поры от этого места в мурашки. Прижил уже тут. Принесешь Кортеса, хорошо? Давай. Вот это, конечно, за по дням. Триста баксов. Шериф. Роуз. 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 Я знаю. Садитесь. Помогите мне его охранять, а когда приедут мои парни, тогда мы его отдадим. Я много лет очищаю этот город от грязи. И мне совсем не хочется, чтобы где дойдет и меня что-то там вот этот. Решили, что смогут вернуть старые дурные времена. Ну, неплохо постарались. Сейчас за мной придут, да? Стопудово сейчас перестрелка будет. Или не будет. Сейчас посмотрим. Он уже замолновался. Никого нет. А нам какое дело? Ага, кто-то приехал. Да, мексиканцы. О, Шериф Томас. Шериф Томас. Шериф Томас. Верните нам нашего друга. Шериф Томас, у вас примерно 10 секунд. А потом мы всех вас убьем. Не будь идиотом. Два. Теперь это порядочный город. Бейте их, парни. Снайперку или... Давай снайперку покаму. Блин, вообще так плохо прицеливаться. Я не вижу никого. Блин, да бред какой-то. Да. Наверно не ту винту, кто я взял. Ага. 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 Какого хрена? Что это было? Пошли. Тюрьма. 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 Они разнесли мою тюрьму на кусочки. И он исчез, он исчез. Ну, мы его привели. Так что с вас причитается награда. Его здесь больше нет, мэм. Мне заплатят только, когда я доставлю его в Сен-Дени. Мистер, вас уже грабили сегодня. Хотите полюс попутать? Вы мне угрожаете? Почему бы нам его угрожать? Верните его, я вам заплачу. А еще накиду 50 долларов сверху. 100 долларов. 75. Больше не могу. По рукам. Джим Милтон. Хе-хе, поехали. Где нам его искать? Он сказал, что его люди будут ждать его в любые игры. Начнем оттуда. Это не первый раз, когда добычу выводят у тебя из-под носа. А ты сейчас сам схлопочешь кулаком по носу, понял? Мы с тобой хороши. Кто-то проболтался. Возможно, один из его ребят. Мы ждали у всех на виду. Вы это наспех с полученной тюряги. Да, что верно, то верно. Мне это не нравится. Шериф приложил много сил, чтобы навести порядок в Роуте, но... Очевидно, этого недостаточно. Ты думаешь, его можно доверять? Да. Доставим Картеса. Он нам заплатит. Он порядочный человек. Если еще мы найдем Картеса. Мы его найдем. Никогда он не денется. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Мы согласны взять 200 долларов по шрифу, который может ты сам того еще тот еще жук. Но не согласны взять 2000 только за то, чтобы отпустить бандита на свободу. Если для тебя это заманчивое предложение, поступим как тебе угодно. Но только не когда ты работаешь на меня. Я не говорил, что заманчивое. Я просто говорю, что это чудно, что мы готовы взять деньги у одного, но не у другого. Каждый сам выбирает, кому хранить верность. Себе, Господу или государству. Тот, кто хочет преуспеть на поприще охотников за головами, должен ставить эту верность прежде всего. Это элементарно. Меня ценят за честность. Так, ты считаешь, что если человеку назначили награду, это всегда заслужено? Ну да. Как правило. Если бы я каждый раз задумывался, кто чего заслужит, я бы на себе волосы выдирал бы. Если награда большая, значит это не просто так. Я надеюсь, такая логика тебя оправдывает. Погоди. О, внизу костер. Я готов спорить, это они. Не сходи с дороги. Надо найти позицию с хорошим обзором. Так, я не понял, почему у меня красная линия, я никого не грабил. Давай за мной, кажется, на берегу ручей есть старая мельница. О, я помню эту мельницу. Вон она. Еще надо их рассмотреть. А потом уже нападать. Да, ты права. О, тут даже лестницу поставил. У него тоже винтовка к аркану. Видимо, они разбили здесь лагерь. Что они то делают? Ждут лодку, наверное. Говорят, надвигается буря. Может, это их задержало, может быть. Так что будем делать? Я пойду за ними. Ты? Я. А ты просто прикрывай. Тебе нельзя так погибнуть. А тебе, значит, можно. Я просто хочу умереть. Кроме того, эти мрази не такие уж и грозные на вид. Так ощущаю, что они там вообще все уснули. Я пошла. Ты уверена? Это как-то неправильно. Это мое дело, Джон Марстон. Делай, что тебе велено. Делай тебе успешно. Да. И поэзжай. Да. И это лучше. И погибай... И поэзжай на корабль. Прикondo. И поэзжай на корабль! И поэзжай на корабль. И поэзжай на корабль. Все? Я не вижу Я не вижу А, подожди, тут с этой стороны Один Гребаный один дюрачок Да елки-палки, ты возьми оружие в руки У-у-у-у Продолжение следует... Так, выпьем зелье. Что-то я часто стал пить зелье, да, вы заметили? Ну, давай, оружие бери. Не заставь его развернуться. Хорошо, хорошо, я возвращаюсь. Ну, если будешь, что не выгинешь, мы тебя застрелим. Придержи-то ранее, девочка. Я сказал, что вылезай. Тише-тише. Сарай, похоже, она еще набежала. Эй! Так, винтовка. Не вижу. Похоже на то, ну, скотина. Ну, все, помоги погрузить этого рода на лошадь. Хуй, нет. Для тебя очень нелегкая, Джон Марсон. Именно, это я собираюсь сделать, мисс Адлер. Да, давай погрузим. Гера. Наконец-то мы получим за него награду. Так, управляемся в Роллс. На второй раз повезет. Если есть туззы в рукаве. Тебе не жить. Тебе тоже, женщина. Дель Лобус, это тебя не простят. Где бы ты ни спряталась. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Мы тебя найдем. И все, кто тебе дорог. Неужели, когда я предлагал деньги. Те же деньги? Ну, так забираем, у меня есть золото. Ты что-то сказал, что ты меня убьешь. Если отпустишь, я тебе все прощу. И шли, Рамон, твои посувы не взывают доверия. Я даю тебе слово. Ты болтаешь, связанная на лошади по пути в тюрьму с Эндрой. Эй, Грош, цена твоим словам. Я клянусь. Разумеется. Только тебе это остается. Но ты сейчас скажешь что угодно, лишь бы спасти свою шкуру. Рамон, я сомневаюсь, что ты не можешь. Тебе можно доверять. Могла бы за мной пойти. То есть на нас все-таки нападут, да? Что ты меня запнатишь? Я сомневаюсь, что ты меня не убьешь. Да и то, что убьешь, тоже сомневаюсь. О чем ты говоришь? О, женщина! Мистер! Пусть! Пять тысяч долларов! Оу! Да-да-да, это я виноват. Да давай уже, блин, ну сядь. Куда я на лошадь? Так, потому что за тот короткий срок, что тебе осталось, ты вряд ли сможешь... Так, будь ты проклята женщина, будь ты проклята! Я уже давно, проклятый дружище. Расслабься, ехать до меня далеко. Вы совершите большой ошибку, лучше бы взяли деньги. Зря не взяли, теперь всех у вас прикончат, это я вам обещаю. Ну, надеюсь, они знают, где меня найти. С удовольствием и встреча. Не люблю стрелять, Рамон, стрелять и убивать. Ну вот мы приехали. Ха, снова. Похоже на то. Большая ошибка. Бу-бу-бу, еще и голос такой, знаете, как хочет запугать. Биг-биг-биг-биг-биг. Шериф, мы взяли его! Я знал, что ты вернешься, Рамон. Ты ведь просто не можешь жить без меня. Позади его, огон, ладно. Как тюрьма? Ее нужно немного подремонтировать. Ведь этот замечательный человек проделан в ней беру. На этот раз мы с парнями посевал в Сен-Дени. Прямо сейчас. Поехали, Гортес. Шериф. Прежде чем вы уехали. 75 долларов сверху. Именно. А пока что, до свидания. Погнали, барни. До скорой встречи, Амигас. Заткнись. Спасибо, Джон. Троишь мою долю в банк? Конечно. Ты должен быть отреплен из этого. Так. Это... Это трудно. Еленда. Обычный арест. Легкие деньги. Как скажешь. До встречи. Так. А можно меня сразу туда? На... На... На Black... Роу. Или как оно там называется? А. О. Замечательно. Blackwater. Blackwater. Получен кредит. Получен... Так. Возвращена банка. 150. Возьет лошадь. У меня даже есть нихрена себе. Так. Почистить я вообще хотел. Давай почистим. Момничка. Так. Дядюшка. Снова дядюшка. А что ж такое? Дядюшка опять спит? Ладно. Поехали. Слушай, а прикольно. Сарайчик сделали. Кузница типа. Типа кузницы. Как отдохнул? Заработал деньги. И... Что ты называешь? Вы потратились на славу. Но эта команда немало помогла. Дом. Бар. Поглядите только. Просто не верится. Спасибо. Спасибо вам вам. Боем. Хороший повод выпить. Пусть... Не умеем мы плясать. Голод именует. Пусть не умеем мы плясать. Голод именует. Не, ладно. Пить не буду. П간ует... Окаши... Ну, мебель появилась. Нихрена себе. Откуда у вас мебель? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дядюшка пропал Да все, с ним снова дай поспать Выходи скорее Давай, давай, Джон, Джон, Джон Просыпайся, Джон Да ничего с этим пластиком не случилось Нет, еще как случилось Скиннеры Думаешь? Конечно И, наверное, они пошли в ту сторону Ну, так же, вероятно, что они знают У нас есть выбор? Нет Главное быть наготове Я знал, что это ловушка Не понял? Я следил за ними по дороге Там мы найдем их след Черт Мы славно забыли брони Нужно было быть на чеку Мне так произошло Ничего не поделаешь Можно лишь попытаться его отбить На секунду забыл об осторожности Тихо Тут, наверху Видишь кровь? Они ушли к Толтрис Ну же Джон, нам нужно кое-что О чем договориться Если все очень плохо Тогда нужно думать уже Черт возьми, говоришь Если все плохо То будет лучше положить конец страданиям Ты шо? Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что без скальпа можно прожить недолго Но это будет плохая неделя Если тебя ранили в живот Ты можешь протянуть месяц Возможно, они уже его убили И дальше ему остается только боль Отобьем того Тогда и посмотрим Ладно Пусть сам решает Если сможет Но, возможно, решать придется нам Ладно? Ладно На машине заметили? Не знаю Не знаю Скоро мы выясним Дальше нужно идти пешком Хорошо Оставим лошадь ему там У деревьев Клесу нужен Я вижу двоих И вон они стоят Вот здесь Справа два стиммера Так С ним пока еще шевелись Они поджидали нас Дядюшка должен быть где-то рядом Не горячись Мы его найдем К ноже Слева патруль Стой Пусть идут Если не в этот транш Это отправится этим путем Нужно было спалить его Поджигать приятнее Когда они об этом узнают Он старый больной Долго не протянет Значит они приедут за трупом Они говорили про дядюшку Он жив Они ушли вперед Ну я бы их перестрелял бы Ну конечно если бы их не трое было бы Двое намного легче Ну я бы их Один взял бы одного Второго А так получается Трое немножко рискованно Так полоска Что за полоска Слышишь? Пойдем за ней Блин А я выстрелю Хорошо бы меня не услышали Хорошо бы меня не услышали Он останавливается Он поднимает Бедняга погиб Если он несет тело Значит мы его уже близко Убьем его пока он не добрался до остальных Так что я заметил Что ты там заметил? Да, видимо это их лагерь Что будем делать? Залезем на камень и осмотримся Держись, старик Заберитесь на скалу Так, не вижу никого живого Пока ничего не видно Погоди Да блин, присядь ты Ёбберный балет Ничего не вижу Ничего не вижу Боже мой Они его жарят Осторожно Где они? Где они? Где они? Так Ладно Держись, старик Держись Ой, меня убили Сейчас попробую черзак Два пепеля это плохо Два пепеля это плохо Два пепеля это плохо Почему, не знаю почему Так хреново с двух пепелей стреляют Два пепеля это плохо Снимается Скажду Дверь хорошо старик ты цел выгляжу целым загорел и немножко все будет хорошо похоже мы успели как раз вовремя кефиром кефиром так подожди нет это да бухнет ну бери да блин ты прикинь вот уж блин года бухнуть бухнуть подожди и блин опять не успел да что ж такое я нажимаю буковку б а ну и надо было и сейчас ничего нормально все справимся опять сверху спрыгать или с дядюшкой кто такую так хорошо и и и и и и так мы спешим дура чьё так а теперь выпьем да где-то еще один дружище уходим 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 может побыстрее быстрее как спина старик кажется только что на вид что плохо ожоги быстро не заживают если не придется заражение то все будет хорошо все гораздо лучше чем я предлагал слышь старик могло быть и хуже он очень слаб ну да конечно держись старина держись старина не дайте мне упасть пожалуйста да если ты упадешь конечно будет печатать то зачем мы уже здесь зачем мне лошадь на месте давай мы тебя снимем спокойно я держу 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 так я думаю мне конец давай без сентиментальности старик они дают прям потому что ты умираешь все будет хорошо по ней пора пройдет и будешь как новенький ты у нас живучий ну так они его заживо пекли он поправится ты думаешь они вернутся вернутся может быть но я сомневаюсь мне кажется почти всех перебили что ж это твоя земля а раньше была ее земля не думаю один парень сказал что скинеры переехали сюда года два назад они просто злые люди которые все равно кого стрелять и мы оказались у них на пути кажется мы были такими же да именно такими мы и были может нам надо начать пытать людей у нас присоедуем пение дядюшки мы будем здесь в безопасности Джон ты и твоя семья все нормально будете в безопасности надеюсь надеюсь если она когда нибудь вернется так да чалька дедушку чуть не спалили прикиньте да хрень такая вопрос откуда вы дерьмо а лошадь может быть да стоила лошадь Джон Марстон а и а и 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 я ты всегда умел красиво говорить все в порядок с сыном конечно можно мне дом посмотреть конечно дай ему немного времени он освоится не благого у тебя дом он твой он наш и пойду посмотрю за сыном ну и кто мой новый соберник а это Руфус он надежный недалекий и грубый поэтому напоминал нам тебя это вы так шутите мисс вроде того пошли такс все что ли так что у нас тут интересного два задания первое от Джек не оказался бы от компании Эбигейл Робертс тоже я думаю Эбигейл поинтереснее чем Джек подожди сюжет сохранил да вот такое вот самая лучшая женщина новая историями честный труд дружба без правил американский ад дружба без правил тоже была честный труд короче как он да сколько у нас по времени час двадцать восемь и там плюс еще полчаса то есть по сути надо будет сохраняться уже завтра продолжим да 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 ладно сейчас паузу потом посмотрим пауза так ну что друзья будем с вами прощаться да доиграем уже завтра всем спасибо кто смотрел до следующей серии с вами был Николай а эта серия серия была насыщенная прикольная интересная но завтра да 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 все всем пока пускай у вас будет хорошо пока 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 пока